так как меня слышно видно так отлично вижу вижу плюсики на всех приветствовать сегодня на нашем дне открытых дверей сегодня мы поговорим про курс реверс basic вы можете задавать свои вопросы интересующие по но в частности курса да и вообще по тематике реверса в целом принципе у нас такой формат свободно сегодня я как раз расскажу о нашей программе о том какие именно тема мы разбираем на этом курсе почему именно эти темы разбираем они иные то есть тематика но обратной разработки она очень такая скажем так объемная и ну почему но может быть интересно почему из всего этого а мы собственно разбираем конкретные именно тем вот по правилам взаимодействия да задавайте вопросы любые вот кстати на реверса реверса курса в общем я чате когда-то вижу вы тоже с экрана должны видеть этот чатик также как и я так ну и в чате также есть коллеги из отус то есть если я на какой-то вопрос не смогу ответить в плане организации то вам либо коллеги подскажут либо соответственно можно написать на help собака от us точка ру и там уж точно ответить вот и так маршруты на встрече да не всегда забываю представиться меня зовут артур я являюсь подавателем курса реверс инжиниринг basic и реверс инжиниринг про вот конкретно сегодня мы будем с вами разговаривать на тему реверс инжиниринг basic и так маршрут встречи давайте разберемся кого ищут вообще компании и зачем потом перейдем к программе курса о самом проекте отус ну и соответственно вопросы будут ждать от вас вот и так кого же ищут компании но наверное сначала чтобы понять кого именно ищут компании можно прикинуть а вообще что за компании ищут вообще реверс инженеров инженеров как правило тематика именно реверс инжиниринга она довольно узкая и предполагает полагает то что кандидат активно занимается скажем обратной разработкой то есть причем занятие именно обратной разработкой она влечет за собой по дефолту некоторые но знания которые должны быть которые должны быть чтобы заниматься обратной разработкой то есть должны все равно присутствовать некие знания по разработке Причем именно по разработке, скорее на таких языках, которые сейчас считаются среднеуровневыми, либо высокоуровневыми, но желательно низкоуровневыми. То есть это C++, это Assembler, то есть вот такие, соответственно, разработчики. Сразу возникает вопрос, а что за такие разработчики, которые в настоящее время предпочитают использовать, например, вот такие языки программирования, которые, несомненно, они являются сложнее и даже в какой-то степени неудобнее, чем уже современные средства разработки. И тут-то возникают уже различные варианты, ну, различные варианты, ну, скажем так, портрет человека, который занимается реверсом. Это либо, ну, просто фанат какой-то этого дела, бывший, скажем так, человек, который со старых времен начал заниматься, скажем, разработкой в то время. В принципе-то у нас, ну, получается, лет 15 назад, если 20 назад, когда не было такого обширного, скажем, как это выразить, инструментария для разработки, а были только, скажем, Assembler C, C++, ну, вот такое. И люди, которые этим занимаются, конечно же, либо вот старые школы, скажем так, программисты, либо, соответственно, какие-то малварщики. То есть это уже на самом деле такая сторона, которая немножечко, ну, не все, скажем, компании готовы брать людей с таким прошлым. То есть с каким прошлым? С прошлым. Те, кто занимался разработкой, к примеру, каких-то вредоносных программ, либо поиском уязвимостей. Это все, так сказать, чернуха. Но, тем не менее, специфика реверса такая. То есть компании либо выбирают каких-то людей, которые занимались, скажем так, разработкой, но обычно, то есть люди с таким большим опытом разработки. И сейчас, ну, довольно трудно, например, компании взять такого себе человека, потому что, ну, представьте, он столько лет занимается уже разработкой, он уже в это время настоящий уже является либо каким-то там лидом, либо сеньором, ну, что-то в этом роде. То есть, и, к примеру, брать таких людей хранить, это будет намного сложнее. Но ничего другого не остается, скажем, потому что, ну, политика компании, вот, скажем, лаборатория Касперского, она, например, не связывается с людьми, которые так или иначе были, ну, скажем так, ну, засвечены или как-то относились к разработке вредоносного какого-то года. Вот, как же тогда, кого же тогда все-таки ищут компании? Компании ищут, ну, из этой сферы людей, но они понимают то, что сфера, вот, это намного, ну, она узкая очень. И компании тогда, ну, соглашаются на некий такой компромисс, как правило, и берут человека, который хотя бы интересуется этой сферой, которому интересна эта сфера именно обратной разработки. Вот, но пусть он даже не будет являться там мега-мега специалистом в этой сфере, ну, то есть гуру, они его берут и потом уже взращивают для своей задачи. То есть, кого ищут компании? Ну, отвечая вот на этот вопрос, можно обозначить то, что людей с какими-то базовыми навыками реверс-инжиниринга для себя и с таким, ну, большим желанием и интересом, скажем, энтузиазмом развиваться в этой сфере. То есть, это даже вот второй вариант, он бывает даже приоритетнее, чем вот первый, ну, над какими-то базовыми знаниями. Ну, понятное дело, то, что конкуренция, она все равно есть, то есть, людей, ну, из подходящих под параметры компании, они будут все равно сортировать по скиллу и все же пытаться кого-то там для себя найти. Так, вопрос, сколько вам потребовалось времени, чтобы стать вирусным аналитиком? Смотрите, вирусный аналитик это такая профессия, она, то есть, вирусный аналитик, название этой профессии подразумевает то, что ты можешь разные, разные штуки делать. То есть, вирусные аналитики бывают разных профилей. К примеру, я вирусным аналитиком был касательно бинарного кода, то есть, исследования именно в доносных программ. Конкретно для этого, для этого даже, так, ну, активно где-то, наверное, года три занимался этим делом. Ну, года три где-то так, ну, осознанно, активно этим делом занимался. Но, если говорить не активно, то есть, так чисто по фану, это, ну, еще там со школы, наверное, заняло много времени. Почему так много? Это не потому, что, к примеру, это слишком сложно. Да, то есть, именно разработка обратная, она сложнее, вот, нежели там какие-то привычные нам задачи. Почему? Потому что, когда ты начинаешь этим заниматься, то есть, ты, к примеру, пытаешься что-то реверсить, ты читаешь статьи, ты пытаешься, ну, выжать какой-то материал, там, какой-то опыт получить, но его нету банально, не у кого даже спросить, поинтересоваться, а так ли я, к примеру, пытаюсь, например, ну, в ту сторону я иду или нет. То есть, тут, как правило, два уже возникают варианта, либо ты, к примеру, упираешься в какой-то там непонятный тупик и не знаешь, например, как справиться с этой задачей, дальше уже мотивация теряется, то есть, ты остываешь от этого дела, ну, и забиваешь со временем. Либо, соответственно, если интерес есть, то через какое-то время ты снова возвращаешься к этой задаче, пока там ее не решишь. То есть, по факту, много времени уходит именно на то, что ты как в темноте пытаешься что-то там, где-то информацию там урывками воспринять, где-то применить, там что-то не получается, это не получается. И я, например, помню, как сам в свое время был крик Мишка от Нарвахи, то есть, вы, наверное, знаете, о чем я говорю, то есть, самый простой такой крик Мишка буквально по статье, помню, как я в свое время его пытался разреверсить. В общем, это было очень трудно, у меня там был весь этот стол завален бумажками, я там выписывал эти адреса, психовал, почему там на картинке, как у меня не сходится что-то, в общем, так я, по-моему, его там и не решил. Вот, а все это потому, что, ну, ты пытаешься сосредоточиться именно на реверсе, но тематика реверса и обратной разработки, она подразумевает в себя такой скоп, дисциплин, то есть, это и разработка, скажем так, знания как компилятор, к примеру, что именно собирает, то есть, к примеру, можно потратить целый день на реверс функции какой-нибудь printf, который окажется библиотечной, и потом, скажем, думать, почему я, например, не стал реверсить какой-то другой функции. Вот, это и знание, особенно вот этот факт, он, ну, он очень важен. Это знание именно устройства самой операционной системы Windows. Ну, мы в основном, вот, реверс, он касается, ну, так как я сам под Windows работаю и анализировал код под Windows, то и курс тоже построил именно для этой операционной системы. Linux мы используем, но это не основная, используем, ну, по-моему, есть пару лекций, где мы его используем, но это не основная наша операционная система. Вот. И, например, такие механизмы, как SESH в операционной системе Windows, PE-формат, то есть, встречается, когда распаковываем программы и так далее, то есть, ловушки Windows, инжекты, вот это все, если не знать, и реверсить какой-нибудь троян, который может использовать вот это все одновременно, плюс еще какие-нибудь технологии, антиотладки, антистатики, все это вот вместе, оно может быть заключено именно в одном сэмпле. И если приступать к реверсу этого сэмпла, просто такс наскока, то ничего не будет понятно. То есть, даже если вы будете знать, скажем так, ассемблер, вы будете знать, что делает каждая инструкция по отдельности, но все это вместе в одну картину слить не получится, потому что, ну, непонятно, да, что именно происходит. Соответственно, такс, да, вы, кстати, вот тут слайд, оказывается, есть, вот, напишите чисто для интереса, кем вы сейчас работаете, сколько лет в отрасли и почему вы, собственно говоря, почему вы здесь, почему вас привлек курс. На самом деле, мне тоже интересно. Такс, сколько, насколько хорошо, при этом надо знать C++, ходить с сферами, а потом уже реверсерами. C++. Такс, скажу вам по секрету, то, что C++, конкретно именно C++, его знания, они вам только, скажем, помогут, но в реверсе конкретно они вам, ну, большой такой картины не сыграют. То есть, все-таки C++, когда с помощью него вы собираете программку, ну, и получается на выходе экзешника, к примеру, то что вам нужно вот из всего этого знать? То есть, по сути, вам нужно знать какие-нибудь библиотечные вот эти стандартные C-шные обертки, там, STD, к примеру, либо функции из STL. Знать, я имею в виду, не как их использовать при программировании, а что, к примеру, они делают. То есть, иногда, ну, довольно часто Ida может вот такую штуку взять и распознать, то есть, вы можете, ну, в дизассемблере можете прямо увидеть то, что используется какой-то именно контейнер. Вот, и, ну, то есть, вы сами уже знаете, что он делает, и поэтому реверсить уже не нужно. То есть, вот в этом плане он, конечно, может помочь. Но это если повезет, то есть, это если в дизассемблере вы определите то, что это у вас какая-то уже известная вам функция, в любом случае вам, скажем так, так или иначе придется все равно попытаться восстанавливать ей таблицу, вот, ну, виртуальную таблицу методов, то есть, виртуальные функции пытаться восстановить, определить. То есть, в дизассемблере нам виде там, в принципе, вот это все, оно будет, ну, скажем так, слито все равно в один такой листик. То есть, конкретно из программирования на C++, ну, знать его, это как-то так факультативно, то есть, не обязательно. Вот, конкретно C++. Так, работая в банковской сфере, куст привлекает, очень интересная тема реверса, для меня очень сложно, куст привлекает. Понятно, смотрите, что вообще такое сложно, то есть, почему сложно, почему такое ощущение. Повторюсь, то, что он, вообще тематика реверса, она не будет сложнее, чем какой-либо другой вообще курс на отусе вообще в целом. То есть, сложно это потому, что вы, на вас обрушивается сразу куча всего неизвестного, поэтому сложно. То есть, и вы пытаетесь решить одну задачу, но из-за того, что вы, к примеру, тему до этого какую-то не знали, ну, например, цех, то непонятно, а почему, к примеру, вдруг раз, поток переключается на другое место, и как мне, собственно, это дело решить. То есть, непонятно. Сложно не будет, когда мы, соответственно, возьмем и разберем, разберем предварительно тему. Но я сейчас по программе тоже пробегусь. Так, что у нас вот здесь? Анализ вакансий по данным HeadHunter. Так, ну, это ладно. Давайте вот я перейду к этому слайду. Тут я вот прямо сейчас, вот за час до открытого урока, чисто ради апдейта и для интереса залез на HeadHunter, вот прямо сейчас, и забил туда вирусный аналитик. В общем, там вылезли компании наподобие лаборатории Касперского, доктора Веба, там еще что-то в этом роде, где нужны вирусные аналитики. И вот такие были требования, то есть требования самые актуальные. Я их выписал, ну, именно, ну, не все, которые там есть, а именно те, которые лично на собеседованиях тоже встречал. И что мы тут видим, то есть самое тоже первое, это знание ассемблера. Знание ассемблера для реверс-инжиниринга – это основа, то есть мы реверсим под программы и следуем. Такс в курсе будут? Нет, Александр, в курсе не будет ничего такого, связанное с ЭДР, с СИЭМами, то есть это немножечко мимо тематики, скажем так, реверса. То есть тематика реверса, она входит именно в то, что мы сможем выловить благодаря вот этим всем системам, скажем так. Например, допустим, СИЭМ там показала нам какие-то, ну, какую-то подозрительную активность, и мы уже ее поймали, у нас есть какой-то сэмпл, и нужно понять, вот это фолса была, к примеру, или не фолса. Так, по таким курсам я точно не буду такие курсы делать, потому что я в этом не специалист. Это скорее ребята из отуса, коллеги, если вы тут, то напишите, пожалуйста. Вот сам я не знаю. Такс, знание ассемблера, то есть именно даже программирование на языке ассемблер. Так, эксплуатацию взаимостей, точно занимается. О, да, но это вам скорее больше в PRO нужно на курсах. В PRO курсе, ну, я сейчас говорю про техники эксплуатации взаимостей. Там у нас есть отдельный модуль, где мы разбираем, разбираем useAutoFree, ROP, гаджеты построения, stack pivoting, техники эксплуатации, hipspray. В общем, и у нас есть еще куча методов для эксплуатации взаимостей в гидре. Мы там тестим и pool overflow, и интегра overflow, и type confusion, и, ну, вот такие взаимостей. Вот, но это уже нужно, скажем так, имеет смысл этим заниматься, если уже есть такие знания твердые ассемблера, во-первых, знания операционной системы. Вот особенно узимости в драйверах, почему эксплуатировать интересно. То, что там нужно понимание не только вот именно, как все это работает. Там пул, выгружаемый, невыгружаемый, девайс-обджект, драйвер-обджект и так далее. Плюс устройство там пула, то есть каким образом он у нас в памяти неподкачиваемый, к примеру, располагается. Каким образом передается информация из этого использовательского приложения в приложение драйвер. Как это все хендлится, типа буферизации, вот, ИРП-пакета. Вот это все, оно, вот, кстати говоря, частично у нас и в базовом тоже разбивается. Так, знания ассемблера. Ну, я думаю, что не стоит тут больше останавливаться, потому что когда мы дезассемблируем под 80-86, вот, программку, то у нас листинг ассемблерный. Если мы не знаем ассемблера, то мы не поймем, что написано. Вот, а статический анализ, то есть, когда мы открыли листинг и смотрим, это, скажем так, ценится, ну, умение и скиллы читать листинг, оно ценится вот более, ну, имея, да, больше ценится, чем, например, умение в динамике. Из-за того, что методы, скажем, отладки динамические, они требуют запуска программы, они требуют, ну, много телодвижений, скажем так. То есть, время на это дело уходит довольно много. Ну, вот, в частности, к примеру, если брать, там, в лаборатории Касперского есть вирусные аналитики, которые в группе SHIFT находятся, то есть, SHIFT маловая анализа, сменные, короче, аналитики. Вот, они сидят, не знаю, может, кто-то из вас был на экскурсии, ну, в общем, они сидят в... Так, сейчас кто-то написывает. Сейчас выключу. Слеграм. Вот, они как раз получают на поток кучу заявочек, которые выглядят примерно так. Посмотрите, вирус не вирус. Ну, это такое уже отдельно слово вирус. Оно, конечно, не совсем правильное, но ладно. Вот, и если каждый они... Ну, то есть, в день, например, по 50 они должны обрабатывать, но если они каждый будут запускать, к примеру, смотреть, что там делается, то есть, это все, они будут там сутками работать, вот, за свою смену. То есть, а так открываешь в каю, к примеру, либо в ID, даже в ID они любят открывать, потому что она грузится, там, создает там EDB-шку и так далее. То есть, матерые прямо открывают в каюшке, раз-раз-раз, потыкали-потыкали, смотрят, ага, маловар. Вот, и, соответственно, быстренько ее задетектировать, к примеру, так. То есть, это можно сделать только, если, ну, в статике, если ты знаешь хорошо ассемблер. Хекс-рейс... Нет, не, хекс-рейс, это такая... Хекс-рейс оправданная тема, на самом деле. То есть, это хорошая тема, хекс-рейс, но она больше, наверное, будет... Больше... Ну, больше для таких, кто уже базу знает. Например, стажеры, которые приходят, ну, там, студенты, стажеры в ЛК заниматься. То есть, им хекс-рейс не дают специально. То есть, не то, что там не хотят тратить на них что-то, но не дают специально, чтобы они, ну, не это... Не расслабляйся. То есть, чтобы начинали... Так, то есть, хекс-рейс это помощник больше тому, кто уже, скажем, в теме. Вот. Ну, он, несомненно, он может, он может, да, улучшить. Он может улучшить, ускорить анализ, но это уже, скажем, потом. Так, гидра нет. У нас ида, ида, в принципе, ее достаточно. Вот гидра, она, ну, такой, больше, наверное, для каких-то имбеддит, имбеддит, реверсеров. Ну, и для линуксоидов, скорее, больше. Ну, в общем, это такая альтернатива Иды. То есть, на самом деле, ида, она такая будет, ну, такая, скажем, такая, плюс-минус такая багнутая в какой-то степени. Но, ну, как багнутая? Ну, там встречается, да, куча багов, там она и вылетать может, но это даже, несмотря на то, что она кучу денег стоит, да. Вот, а гидра, она сделана, типа, там, как альтернатива Иды, ну, и, в общем, такая. Тоже нет. Но я, по крайней мере, вот, как-то повязал, мне не очень понравилось. По факту, это всего лишь инструмент. Это вот как язык программирования, да. То есть, вы выбираете тот, который вам нравится, и можете его использовать. То есть, но конкретно мы выбираем именно, ну, в курсе Иды. Вот, такс, по архитектуре и функциональности ОС спрашивают знания. Ну, то есть, какие, к примеру, там, режим пользователя, ядра, автозапуск, автозапуск, реестр, что-то, ну, такое, то есть, то, что нужно знать. Базовые знания Хью, Ида, Оли, Дебаг, ну, вот, как раз нет тут гидры, списочки, есть Ида. Вот, базовые знания архитектуры Windows PE файлов. То есть, PE файлы, это прямо такая очень важная вещь для реверса. Потому что без знания именно PE формата не получится там распаковать Malvaru, не получится дамп поправить, починить, чтобы он заработал. Вот, не получится, к примеру, понять, как работают инжекты, как работают перехваты функций. То есть, PE формат, это прямо такое must-have для аналитика. Ну, и что спрашивают на собесах различных по тематике именно вирусного анализа, либо там security researcher. То есть, как правило, спрашивают вопросы по ассемблеру. Я бы даже сказал, что вот этот вопрос по ассам, его в одном, в одних из первых этапов спрашивают на интервью. Почему? Потому что, если, вот, к примеру, ну, на этом вопросе, на этом этапе залажать, то, скорее всего, собеседование не получится пройти. Потому что знание по ассемблеру – это действительно основа. Хоть и может даже показаться немножко скучным изучать, к примеру, ассам, но на самом деле он такой интересный, веселенький. Вот. Вопросы по технологиям работы вредоносов. Ну, обычно это, типа, каким образом можно… Ну, такие вопросы, типа, каким образом можно создать процесс, перечислить способы, какими программы могут запустить другую программу, перечислить способы, как, к примеру, ну, опять-таки, прописаться в автозапуск. То есть, вот такие, что делает маларо, к примеру, каким, ну, чем отличаются, к примеру, вот, перехваты функции методом сплайсинга от методом таблицы ЯД, какой эффективнее, в каких моментах это может быть, к примеру, эффективнее. Вопросы по воздействию могут также спрашивать, но в основном тут вопросы касательно шелкодов, то есть, как работает базонезависимый шелкод, что такое файллэс, к примеру, вредоносы, как они работают, как в шелкоде определяется адрес самого себя, вот, как рассчитывается там дельта-смещение, ну, и так далее, такого рода вопросы. Они возникают тут, то есть, ну, вот, в частности, по воздействиям, там, по базонезависимому шелкоду, по вообще устройству работы шелкодов, это такая тема, которая включает в себя вот это и тематику знания по операционной системе Windows, то есть, как, что такое ПЭП, что, что такое, например, цех, как получить адрес kernel32, вот, вот, также сюда входят и, вот, ну, часто по части базонезависимого кода, то есть, это знание уже ассемблера, как получить свой адрес, там, и так далее. Ну, и по ПЭП формату, конечно же, то есть, вот этот вопрос, он один может включать в себя, там, очень много всего. Так, ну, и давайте я, наверное, перейду сейчас сразу к программе. Так, у меня вот тут уже, я открыл ссылочку. Так, как сделать? Вот так, наверное, сделать можно. Вот, как раз первый модуль именно начинается с основы, это низкоуровневое программирование на ассемблере, то есть, мы тут изучаем самую базу ассемблера, начинаем с самого простого, то есть, с 8086 процессора Intel, и, ну, тут конкретно разбираем инструкции, мнемоники, как работают вот команды, арифметические память, взаимодействие с памятью, плоская модель памяти, реальный режим работы процессора, вот это то, что тут и есть. Плюс устройство под программ, то есть, это соглашение вызовов, CD, Coloss, CD Call, что там еще, Fast Call, вот, прерывание BIOS и написание кастомного МБР. Вот эта тема, она, наверное, будет самая интересная, то, что она будет включать в себя все вот это первое. То есть, что значит написание кастомного МБРа? Это, такс, ну, давайте я, наверное, сейчас вам даже покажу что-нибудь. Такс, такс, такс. Вот тут есть программ. Сейчас я вам покажу. Что-то мне вот захотелось вам показать. Так, вот, допустим. Ну, то есть, написание кастомного МБРа, что она из себя представляет. То есть, вот у вас есть, к примеру, виртуалочка. В этой виртуалочке вы выгрузите операционную систему. Загрузили ее. И, соответственно, что-то такое. То есть, это у нас кастомный МБР. По факту должна была загрузиться XP-шечка. Но тут, из-за того, что у нас МБР, он у нас уже изменен, то вылазит вот такое сообщение с просьбой ввести пароль. То есть, что тут, если мы правильно введем, то тогда... Я уже забыл какой-то пароль. Вот, то тогда начинает загрузиться уже винда. То есть, каким образом это сделать? Ну, почему именно XP-шечка? На самом деле, потому что она мало места занимает. Ну, а зачем можно ставить эту систему длинную? То есть, это такая, скажем так, лаба, которая, в принципе, пригодится и дальше при анализе бут-китов. То есть, ему придется вам реверсить. Что-то там такое. Так, программирование под МИПС. Такая факультативная тема, скажем так, потому что вы можете изучать, к примеру, 8086 процессор, а потом подумать то, что везде так. Но на самом деле у каждого процессора свой мир, свои правила. Ну и в частности, чем отличается МИПС. К примеру, архитектура от x86, она тоже, ну, будет полезным знать. То есть, вот в этом моменте мы как раз разбираем еще инструкцию под МИПС процессор. Ну, в частности, он потом пригодится нам еще. Так, что это такое? Вот в этом модуле мы изучаем как раз касательно... Уже касательно того вида, где мы будем, к примеру, собирать файлики и исследовать, что именно у нас собралось. То есть, чтобы потом... Так, на телефонах везде ARM. Ну да, ARM. То есть, МИПС, он в основном там либо в роутерах... Ну, на самом деле, ARM, он, конечно, популярнее МИПСа. Почему именно МИПС? Потому что у нас потом будет еще лаба, где мы будем именно пытаться кастомизировать прошивку роутера под МИПС. Ну, на самом деле, в принципе, и под ARM можно похожим образом сделать. Внутреннее устройство Windows тоже нам пригодится, но по понятным причинам. Потому что необходимо знать, как объекты ядра работают, как настроить среду для отладки драйверов. То есть, это все нам пригодится, когда мы будем использовать уже именно рут-киты. Вот в системном программировании, вот в этом разделе, нам придется пописать тоже программки. Ну, вот в частности, мы обычно делаем это как? То есть, либо на C пишем, ну, в частности, к примеру, вот перехват винобые функции, как это делается, программирование служб, то есть, тоже на C. Ну, либо если какие-то простенькие скрипты, к примеру, для написания кейтгенчика, крикмишка, это как раз делается на питончике в основном. Ну, и вот только уже после вот этой базы, то есть, вы видите, после пяти модулей, мы уже приступаем к реверсу, непосредственно к обратной разработке. То есть, если взять и сразу с нее начать, то будет ничего не понятно. А в частности, вот в этом модуле мы уже начинаем реверсить. Ну, на самом деле, мы и там тоже реверсим потихонечку. Ну, к примеру, в одних из первых модулей есть задание, даже вот в этом модуле есть задание на реверсской книжке, ну, чтобы, скажем так, не терять фокус. Вот, и вот в этом мы тут конкретно начинаем уже разбирать и статику, и динамику, и разработку шелкодов, и вот метасплойте, как у нас можно сгенерить шелкод. Вот тут, в частности, разбираем уязвимость переполнения буфера. Ну, тут она в таком лайтовом режиме, то есть, мы пишем программку, сначала свою, собираем ее правильным образом. Это программка, которая, ну, в виде чата работает, то есть, ждет входящего подключения. Вот, а дальше мы пишем, вот, эксплойт к этой программке, то есть, уязвимость эксплуатируем, запускаем там калькулятор, и вот второе, переполнение буфера, это делаем то же самое, но только уже не с самописной программкой, а с программкой, которая на эксплойт db, вот, там я обычно выбираю, либо какой-нибудь там, плеер, либо что-то в этом роде, и вот с этой программкой тоже то же самое делаем. Ну, и уязвимость use of the free, тут она тоже на базовом режиме разбирается, то есть, в частности, причины возникновения, это уязвимость, то есть, мы тоже пишем свою программку, тестим Hipspray, смотрим, вот, разбираем таблицу виртуальных методов, как там она работает, вот, и на этом у нас заканчивается основной модуль, и начинается проектная работа, то есть, по проектной работе, там уже вы, соответственно, выбираете тему, которая вам интересна, я ее утверждаю, то есть, если она подходит по тематике, но, как правило, я тут очень лоялен, то есть, вы можете выбрать все, практически все, что вам нравится, все, чем вы хотели заниматься, к примеру, либо там отчет написать по реверсу маловары, либо попробовать там какие-нибудь уязвимости найти, либо там свою тему предложить, касательно реверса, либо разработки каких-нибудь тулов, которые помогут в реверсе, и так далее. Так, я вернусь снова к слайду, и что у нас тут есть? Так, что у нас дальше? Да, дальше у нас идет документ о прохождении курса, ну, это сертификат по факту. Вот, и, так, можно ли написать вирус, который нельзя среверсить? Среверсить можно все, что угодно. Да, на самом деле, можно среверсить все, что угодно, но тут уже зависит от того, сколько времени вы на это готовы затратить. То есть, так или иначе, можно написать какой-нибудь упаковщик, какой-нибудь там завернуть виртуальную машину, типа, сделать очень сложный там какой-то алгоритм, но, так или иначе, к примеру, вирус, что значит за реверсить? То есть, если могут ли его задетектировать, к примеру, да, его могут задетектировать, то есть, по факту, его могут просто, к примеру, антивирусные компании по поведению и поймать. То есть, ну, не всегда, к примеру, статика тоже применяется. Например, вирус делает какие-то действия, ну, троян, будем говорить правильно, лезет, к примеру, в интернет, выкачивает файл и запускает. То есть, вот по этим действиям уже можно его, например, задетектировать. Ну, так, в частности, работают юристические, поведенческие алгоритмы детектирования. Вот, то есть, как бы он там сильно себя не опустировал, это все закончится одним и тем же. То есть, закончится тем, то, что они стригеряют какие-то события, по которым задетектятся. Вот, если имеется в виду, то, что разреверсить вирус, это, к примеру, разреверсить алгоритм обращения к админке, ну, например, CNC-шке, восстановить протокол общения, то тут будет уже посложнее. То есть, тут уже, как бы, это задача не на детектирование, это задача на распознавание алгоритма, там, и так далее. Просто вспомните, какие у нас есть программы, которые защищают очень жестко от таких вот реверсеров. То есть, это компании по разработке игр, скажем так, сколько там миллионов, например, тратят на разработку игр, то есть, бюджет на создание каких-то защит от взлома этих игр, он большой. Но, тем не менее, вы наверняка тоже слышали, что вот после выхода какой-то там игры, вот месяца через три, вот ее ломанули. То есть, ну, в частности, от Денова, да. От Денова, да, это, по-моему, на базе VM-протекта виртуальной машины. Не виртуальная машина, а протектор. На самом деле, вот эти сам протекторы, Timida, VM-протект, Armadilla, там, и так далее, они коммерческие протекторы, и могут, ну, файл настолько сильно зафункцировать, то, что его реверсить, ну, скажем так, можно, но, ну, не знаю. То есть, ну, для сравнения, один алгоритм, к примеру, простой какой-нибудь там сравнение, там, серийника, вот, покторенного там на что-то, она может таким образом зафункцировать, то, что выходной файл будет весить, там, 5 мегабайт, к примеру, кода. И вот это все дело, реверсить его можно, там, писать какие-то, к примеру, распаковщики, технологии, но, конкретно в анализе вредоносного кода, например, это не имеет смысла, то есть, можно по поведению его задетелить. А конкретно в плане реверса, к примеру, например, как для игр, его нужно взломать, то ребята заморачиваются, то есть, они реально тратят на это время и реверсить. Вот, поэтому сложно их взломывается из-за того, что, ну, очень много слоев опускации происходит. По факту, по факту, все сводится к тому, то, что нужно понять алгоритм, то есть, нужно исходить, и, собственно говоря, вот, все, вот, в конце концов, оно во время уталкивается. Но, тем не менее, вы слышали, да, что игры взломываются все равно, то есть, какой бы там мощную защиту не вставляли, вот, оно, так скажем, ломается. Работает ли в курсе, примерно, анализа известных уязвимостей? По анализу известных уязвимостей, вот, в частности, в PRO курсе, так, хотя нет, мы в этот раз не рассматривали. Да, есть задумка, то есть, на самом деле, тоже, может на открытом уроке, хотя, наверное, это тоже не будет. короче, да, есть, есть, тоже задумки по этому поводу, сделать отдельную либо какую-то серию вебинаров, то есть, по анализу вот этих ZV-яшек известных, ну, в частности, начиная, к примеру, от вот этой Авроры, которая, по уязвимости, ну, она старая, она такая, известная очень, там используется, ну, там как раз UseAutoFree используется, мы ее разбираем в PRO, как раз в курсе, то есть, там принцип один и тот же, ну, просто делается в браузере, к примеру, мы делаем на примере ActiveX компонента, вот, там тоже делается на примере браузера, то есть, то есть, вот, это можно даже как-то смежить, наверное, с известной ZV-яшкой, но конкретно с такой, с такой материал, материал подготовим, но это будет только в PRO курсе, то есть, да, конкретно сейчас такого нету, вот, но есть близкое к этому, скажем так, Такс, и выпускников, да, вы, мои контакты тоже запишите, либо телеграф, хотя, как, наверное, ну, да, с фотосом свяжусь, это же, у нас по поводу серии вебинаров, мы тоже как-то с этим, наверное, сконнектимся по поводу, ладно, но я имею ввиду вебинаров там, как-то, если там какие-то будут, чтобы вы тоже знали анонс, выпускников этого курса ждут, да, компания, компания отус, она такая, партнер, имеет много партнеров, ну, или как это называть, у нее есть партнеры, или она является партнером других компаний, ну, в общем, есть компании, которые скажем так, ищут, к примеру, реверсеров, то есть вот с чего мы начали изначально, то, что реверсеров находить, такое дело, каверзное, вот тем как бы и заканчиваем, то есть компании первым делом пробуют найти по таким источникам, ну, и в частности, выпускники курса реверс, они как нельзя кстати подойдут, но из, но как нельзя кстати, они будут, скажем, подходящие, когда я завернул, да, ну, короче, они будут интересны в плане собеседования в первую очередь, то есть, ну, среди прочих равных, как бы так. Так, программу курса я уже показал, так, модуль первый, второй тоже показал, так, а тут слайды какие-то дальше идут. Так, что это такое, миссия проекта. Так, да, и по поводу, по поводу вопросов, то есть, так, криптографии в написании вируса. Смотрите, вопрос интересный, то есть, он, в частности, даже, ну, я по поводу, важно ли знание криптографии в написании вируса, то есть, вопрос такой, наверное, более уместен будет задать, а важно, важно ли знание криптографии в разработке программы. То есть, вредоносный код, это все равно, все равно программа, просто со своим каким-то функционалом. Если вы хотите сделать так, что программа что-то скачает и запустит, ну, зачем там криптография, к примеру. Если вы хотите сделать так, чтобы программа, например, скачала что-то, расшифровала и запустила, то, ну, да, как бы нужны знания криптографии. То есть, ответ такой будет простой. Все зависит от нужды, от нужды, скажем так. Например, шифровальщики. То есть, шифровальщики, нужны ли им знания криптографии? Вот, есть какой-нибудь ксорист, к примеру, шифровальщик, там, из первых версий, он берет файлы просто ксори. Но тут, наверное, знания криптографии, они такие на нуле. Вот, есть какие-нибудь там более сложные, которые используют связку, там, алгоритмов АЕС, потом шифруют ключ РСМ. Тут, да, нужны, получается, знания криптографии. Зависит все от потребности, от функционала. Так, как попасть на курс? Так, сложный вопрос. Не, на самом деле, по-моему, вот на сайте даже, есть по реверсу, вот, то есть, там, где я программку показывал, там есть ссылочка, пройти тестирование. То есть, нужно пройти тест, определиться, вы тоже определитесь, например, с тем, какие у вас знания. То есть, будет ли вам этот курс интересен, или нет, или вы уже знаете, что-то по этому поводу. То есть, для этого пройдите тестирование, посмотрите, какой у вас балл, ну, и, собственно говоря, курс, то он уже, по-моему, скоро стартует, по-моему, 30-го или какого, ну, что-то вроде, вот на месяц. Надо обязательно пройти базовый, вот, вы продешаете тестовые вот эти задания, попробуйте, к примеру, пройти тестовое от ПРО, от базового, ну, и там сравнить. То есть, если вы все, что я рассказывал, к примеру, уже это знаете, то тогда лучше перейти, например, на ПРО. Если, к примеру, до этого опыта в реверсе не было, то лучше на базовый. Так, на большинство моих вопросов, очень приятно сказать, что все возможно. Ну, да, если почему нет. так, еще хочу сразу сказать, ну, обратить внимание на следующий момент, то есть, именно, именно курсы, что это вообще такое? То есть, курс, это когда вы, к примеру, записываетесь на него, то есть, тратите тоже какие-то свои деньги на этот курс, но, тем не менее, вы, что, ну, что получаете? То есть, вы получаете отработанную схему, чтобы, ну, пройти этот курс и, к примеру, сэкономить большую кучу времени на вот эти, скажем так, на самостоятельное изучение. То есть, я вот на своем примере, когда рассказывал, то есть, мне бы как раз в этот момент пройти вот такой курс, ну, и, собственно говоря, я его разрабатывал тоже так, по структуре, как было бы, например, в результате изучения новичку было бы, ну, лучше всего инфу получить. Вот, и по реверсу конкретно, тут практика, она решает, скажем так, то есть, вы все равно получили какую-то базовую информацию, первое время, она может у вас, например, просто в голове быть и, к примеру, вы будете в ней ориентироваться, ну, скажем так, когда вы пытаетесь, например, вспомнить что-то, пытаетесь ориентироваться, это если еще новое в голове, оно у вас будет вызывать какие-то там затраты мозговой, то есть, со временем, когда-то уже все закрепится, оно будет у вас на автомате работать, и тут практика решает, то есть, вы все равно кучу времени себе сэкономите, будете, скажем так, дальше реверсить, реверсить, и потом уже получится, ну, специалисты крутые, то есть, я почему решил это упомянуть, потому что меня самого раздражает, когда я, к примеру, вижу, ну, сейчас же тематика инфобизнеса, она такая обширная, то есть, и везде, ну, скажем так, лезут со своими курсами, ну, это говоря, вот, простым языком, и обещает, то, что вот вы пройдете курс, вы главное пройдите его, а потом вы уже, соответственно, будете крутые, то есть, это все равно, что сказать, к примеру, пройдите курс, там, три месяца в тренажерке, и вы будете выступать на Мистер Олимпии, к примеру, то есть, ну, понятное дело, то, что тут нужны и, как бы, личная тоже отдача, то есть, и выполнение, там, ДЗ, и, ну, настрой по реверсу, то есть, и некое усидчивость, потому что реверс, это такое дело, то есть, ты сидишь, сидишь, смотришь в экран и реверсишь, там, что-то, вот, то есть, я бы, тоже на этом хотел внимание подчеркнуть, то есть, вы на базу получите хорошую, но нужно будет еще развиваться и реверсить тоже, продолжать, так, а где еще, кроме антивирусов, работают реверсеры, так, антивирусов, кроме антивирусных контор, ну, на самом деле, места такие специфические, я, например, знаю, что есть ФСБшники, которые, которые реверсят, есть, например, сок, то есть, ну, сок это тоже, наверное, к антивирусам относится, но, на самом деле, например, вот Solar компания от Урос Телекома, там, там, по-моему, тоже есть соки, то есть, есть форенсики, то есть, криминалистическая экспертиза, это же не совсем, наверное, не совсем антивирусная, математика, но, тем не менее, они тоже занимаются тем, что реверсят, есть даже в некоторых разделах, отделах разработки, например, Huawei, там есть отдел разработки, то есть, там тоже требуется реверсеры, к примеру, для того, чтобы разреверсить какую-то часть софта, там, и так далее, то есть, это специфические, специфические задачи, конечно, по поиску, эксплуатации, уязвимости, то есть, это в основном не Баскада, система, что-то в этом роде, но, позитив технологии, это же, например, взять даже компанию, ну, там тоже есть, конечно, аналитики, но, короче, в принципе, там много где, вот, в основном, это конторы, которые связаны, вот, именно с, работают с другими, какими-то крупными компаниями, типа банки, там, вот в банках, кстати, тоже требуется, так, можно участвовать в CTF для практики, да, конечно, можно участвовать, то есть, можно еще, можно еще просто, в АЛВАРу, например, собирать свою, то есть, свою какую-то коллекцию, в АЛВАРу собирать, ее просто реверсить, вот, для набития, скажем так, руки, для практики и так далее, так, да, совсем с нуля мы не обучаем, потому что, ну, будет, скажем так, не совсем эффективно, так, да, тематику Лотуса, такая у нас, работа с группой, слаг, вопросы, ну, в принципе, я все, все, писал, да, у нас, ну, еще по части проведения практики, это то, что у нас лекция идет, потом, после лекции у нас, ну, в общем, в зуме мы встречаемся, два раза в неделю, в восемь вечера, там проводим, проводится лекция, в конце вы забираете презентации, материалы, которые нужны, к примеру, для вас, делайте ДЗ, если это нужно, вот, ну, и также мы в Slack тоже общаемся, но по факту сейчас больше, я, например, предпочитаю телеграмчик, и вот там в группе у нас постоянно что-то там, какие-то сообщения появляются, так, ну, что, ребята, я, в принципе, все сказал по курсу, всем спасибо за внимание, так, расскажите интересную историю из вашей работы, какой случай, привлек ваше внимание, как общались с людьми, которые пишут вирусы, это такая психология, ваше мнение, специалисты высокого уровня, так, ну, конкретно с маварщиками нет, я не общался, ну, из такого, наверное, интересного, вот, было время, помню, как-то я бота одного тоже реверсил, задача была, это протокол, протокол именно общения с, снисишкой реверсить, по-моему, этот бот квадар, называет, троянчик, и у него была криптография, то есть там длинная реверсия, арифметика была реализована, и, ну, ты смотришь, понимаешь, что это, там, получает, тратит, шипует, то есть, генерится там, есть там ключ открытый, ну, все вроде как обычно, то есть, шипуется, и отправляется, то есть, и, помню, я, как бы, подозревал, что это RSA, то есть, ну, там еще похоже, то есть, там, возведение в степень, все вот это тоже делается, но, то есть, да, длинная арифметика, но оказалось так, то, что это не совсем RSA, алгоритм оказался, это какой-то модифицированный алгоритм, который, ну, ну, там не совсем RSA оказался, да, даже не RSA, а там было расшифрование, там были работы с длинными числами, и на одном моменте у меня как раз не сходилось, то есть, я пишу скрипт на питоне, вот, у меня один результат получается, в дебайгере смотрю, другой получается, то есть, результаты расходят, вот я, в общем-то, этим делом долго парился, вот, а в итоге оказалось, что в конце, оказалось то, что там возводилось что-то в степень, а потом результат в конце и сказался, то есть, буквально там пару байт, а не ксорились там на какую-то константу, и тогда у меня, конечно, был бы зол, то есть, ну, зачем, зачем так сделать, но время, конечно, я на это многое встратил, то есть, я даже до сих пор помню этот момент, ну, там, то есть, там надо было, вот, статически потом написать эмулятор, вот этого действия, поэтому нужно было разреверсить, то есть, да, результат, результат, выполнения какой-то функции, взяли и намеренно видоизменили, то есть, ну, это было так неприятно. Так, по поводу малобарщиков, сейчас, наверное, общая тенденция такая, то, что все, оно в коммерцию свелось, то есть, задача малобарщиков, это получить деньги, то есть, а как можно получить деньги, это, либо, какие-то кардеры, работают, но это не совсем уже малобарщики, либо, либо, в общем, какие-то люди, которые, вот, распространяют ее, типа, спам, рассылают, что-то в этом роде, либо шептовальщики, то есть, хозяин этих шептовальщиков, они довольно богатые, скажем так, люди. То есть, вот, в основном, да, ну, еще, конечно, банковские троянки, которые, вопринжекты делают, то есть, по сути, получается то, что, что интересы, они сводятся вокруг финансов, то есть, нет такого, особенно, как, например, раньше, когда, ну, я не могу сказать, что я достал в то время, обширное, когда, к примеру, когда, там, пытались написать какой-то интересный код, когда пытались, там, удивить, скажем так, вот сейчас больше пытаются, ну, использовать, там, различные, там, способы, меньше заморачиваться, вот, и больше денег получить. То есть, могут собирать, как-то из открытых исходных кодов, например, троянный банковский зенц, что-то там, видоизменить, и уже прогружать его, то есть, как-то так, ну, либо какие-нибудь АПТ-шные атаки, конечно, интересные, но доступ к ним, там, ну, скажем так, он не совсем будет обширным, то есть, там, конечно, они могут удивить, то есть, вот эти, именно, механизмы, работают от АПТ-шные атаки, а если там говорить про разработчиков, то вот эти ребята, да, они, наверное, сейчас поинтересуются, будут интересны. Так, технический минимум, достаточно 15-20, по-более, что в неделе, есть еще работы. Так, ну, по поводу работы, в принципе, вы же готовы ради курса по реверсу уволиться с собой. шучу, конечно. На самом деле, берете, делаете домашку, в принципе, там, ну, как обычный курс, то есть, берете, нет ничего такого сверху, естественно, то есть, в прокурсе, например, там много сидеть, придется, то есть, там лап меньше, но не сложнее. Вот тут, лап попроще, в принципе, хватит, час, полтора, к примеру, два раза в неделю тратить на это дело, и, я думаю, что хватит, то есть, тем более, мы, ну, все равно разбираем те или иные задачи. Почему лично вы занимаетесь сервисом, что вы находите в этом? Лично мне нравится реверс, ну, тут какая-то, скажем, романтика есть в этом, в реверсе, что ли, то есть, интересно посмотреть, что под капотом, чем может именно троян удивить, но по факту тоже нужно иметь в виду, что сейчас уже такой функционал он повторяется, то есть, базовый. Поэтому обычно вирусные аналитики, они через какое-то время переходят в сторону, например, эксплуатации эксклюзивности, то есть, там разнообразие, конечно, больше. Вот, в этом плане. Ну, а так, реверсить малвару, конечно, прикольно, особенно, ты, если, знаешь, зачем она нужна, что она именно может украсть. Ну, все нормальные люди, скажем так, ее опасаются, хотя бы, например, удалить, а ты, а тебе, наоборот, интересно, что она делает. то есть, просто интересно. Ну, я думаю, то, что и у ребят, которые тут, у них примерно то же самое. что просто интересно, и все, по части, иначе. Так, ну, что, ребят, всем спасибо за внимание. Я думаю, что ответил на ваши вопросы. Так, в принципе, у меня все. Если у вас что-то будет еще, например, вспомните, потом пишите на help, собаковопус.ру, и вам тоже туда ответят. Вот, а так, всем спасибо за внимание, всем хорошего вечера, и буду ждать вас на курсе. Пока.